МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Наш вклад в импортозамещение. Что могут регионы ПФО обсуждали на совещании у полпреда Михаила Бабича. Достучаться до аптек. Почему в Чувашии по-прежнему продают фанфурики? Мы начинаем КВН. В Республике прошел полуфинал высшей лиги. Как завершилась уборочная кампания? Что показал мониторинг цен на лекарства и потребительские товары? На каких условиях будут предоставляться дотации регионам? Об этом и многом другом шла речь на еженедельном совещании главы Чуваши с правительством Республики. Минфин России со следующего года вводит новые условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В частности, от регионов требуется наращивать налоговый потенциал и оптимизировать расходы. Кроме того, заметил Михаил Игнатьев, необходимо повышать эффективность управления общественными финансами. Уборочные работы в Чувашии в основном завершены, сообщает Минсельхоз Республики. Минсельхоз Республики. 26,5 центнеров с гектаров. При Волжском федеральном округе убрано 95% площадей зерновых. Картофель убран на 99% площадей. Его урожайность составила 180 с лишним центнеров с гектара. Михаил Игнатьев попросил сделать все, чтобы до наступления холодов собрать оставшиеся на полях урожай. Что касается цен на непродовольственные товары и услуги, то по данным Минэкономразвития, в республике они росли меньшими темпами, чем средним по России. Кроме того, отмечено снижение цен на некоторые продукты и плодо-овощную продукцию. В то же время в октябре немного подорожали отдельные виды молочной продукции. Глава Чувашии напомнил, главная задача органов власти – контроль за ситуацией на потребительском рынке, равно как и постоянный строгий контроль за ценами на лекарства. Как сообщает Минздрав, с начала года стоимость препаратов, продающихся в розницу, практически не изменилась. Особенно препаратов стоимостью от 50 до 500 рублей и выше. В прошлом году за аналогичный период они подорожали на 8%. По данным мониторинга ценовой доступности в госпитальном сегменте, то есть те препараты, которые закупаются для стационарных лечебных учреждений, в Чувашской республике в период с января по сентябрь существенного изменения роста цен не произошло. Цены повысили в среднем на 2,8%. Все ли мы делаем для того, чтобы на самом деле качественные лекарственные препараты давали возможность быстрее вылечиться с человеком? Или не так? Я думаю, что усилим еще больше централизацию торгов. На сегодня порядка 80% у нас торгов централизовано. Усилим и проанализируем еще перечень, которые закупаем российские препараты. Я думаю, что сегодня, если у нас закупка российских препаратов составляет порядка 88%. На совещании Михаил Игнатьев представил начальника отдела федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чувашии Алексея Ежеева. Глава республики заметил, органы власти готовы к конструктивному взаимодействию для сохранения общественного порядка. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. На утреннем совещании обсудили и ситуацию с распространением спирта, содержащих жидкостей. Несмотря на призыв властей, предприниматели не торопятся ограничить их продажу. Глава республики поручил взять на вооружение опыт регионов, где реализация так называемых фанфуриков прекратилась вовсе. Пока же в Чувашии складывается обратная картина. Спиртовыми настойками торгуют не только в аптеках, но и в газетных киосках. Дмитрий Ковалев убедился в этом. Проблема свободной реализации спирта, содержащих жидкостей, прозванных фанфуриками главой региона Михаилом Игнатьевым, была поднята месяц назад на еженедельной планерке. В сентябре в ходе проверки были выявлены точки, активно торгующие ими. Большинство продавцов не задумываются о последствиях. По данным МВД, 50% преступлений совершаются в местах именно таких разливаек. Практически все значимые уличные преступления, такие как разбой, грабежи, кражи, само собой, даже изнасилования и побои, они совершаются большей частью в связи с употреблением алкоголя в этих местах, в так называемых разливайках. Поэтому мы вынуждены пересматривать планы единой дислокации постов и маршрутов и активно приближать наружные службы именно к этим точкам. С этим бардаком, вот народное слово, да, прошу прощения, надо заканчивать и наводить порядок. Вот у людей доверие к власти поднимется на другой уровень, я скажу. И скорее всего они во многих случаях говорят, кто-то их там крышует, ничего с нами не сделайте, все остальное и так далее. Прошел месяц. Наша съемочная группа решила выяснить, как муниципальные власти выполняют поручения главы. Новочебоксарский ОСК, лавка 24 часа. Здесь в Анфуре к нам удалось приобрести без особых проблем. А на стойку дуба можно? По кончикам. У нас кедровый и 95 градусный. 2,95 градуса. Один? Один, да. Тридцать. А на стойку дуба будет? Нет. Только кедровая, да? Угу. Медовая будет. Медовая будет? Нет. Спасибо. У другого киоска города Спутника за флаконами со спиртосодержащей жидкостью выстраиваются целые очереди. И судя по виду покупателей, этот товар они будут использовать вовсе не в медицинских целях. От общения с нами продавец отказалась. Девушка, а зачем продаете спиртосодержащие жидкости? Мужики у вас уже три раза покупали. В столице республики в киоске Печать на улице Чернышевского фамфурики выставлены прямо на витрине. Тройной одеколон и лосьоны здесь реализуют по свободной цене. То есть в открытую вы так продаете? Ну? В открытую продаете. У нас это изображение есть, поэтому продаем. Ну в данный же момент вы же сами говорите, что его нет. Ну на ту неделю проверка была. Участковый приходил с кем-то. Неоднократные жалобы поступали и на эту торговую точку по улице Николаева. Продать спиртовой раствор здесь нам отказались. А вот витрины печально известного киоска «Дивизионно», работу которого горожане пожаловались лично главе региона и вовсе опустили. Торговая точка, в которой также продавали фамфурики, отныне закрыта. Это яркий пример, когда при должном внимании властей управу можно найти даже на тех, кто считает себя неприкасаемым. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Доля импорта по различным отраслям промышленности в России неуклонно снижается, отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании Совета ПФО в Саратове. О потенциале регионов округа, в том числе Чувашии, смотрите далее. Об импортозамещении наглядно в Поволжском институте управления имени Столыпина в центре Саратова развернулась выставка, где реальный сектор экономики ПФО показал, какие замещающие технологии успешно развиваются в регионах округа. Татарстан, Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Нижегородская области. 25 стендов с самой разнообразной продукцией, призванной заменить зарубежные аналоги. Чувашию представляла ЭКРА с терминалом противоаварийной автоматики. Предприятия занимают лидирующие позиции на рынке электротехники. В этом сегменте подчеркнули Михаил Бабич и Денис Мантуров. Поэтому особенно важно поддерживать такие успешные компании. Тема, она очень интересная, актуальная. Наши предприятия тоже выставились с одной единственной целью, чтобы все те вопросы, которые волнуют, прежде всего, производители, по сдерживающим факторам, по продвижению продукции, были сняты, были с лежащей перью, так скажем. Потому что это очень важно. Будут для них созданы еще наиболее благоприятные условия. Конечно, они все производители России будут продавать на экспорт, за пределами российских еда. Руководители регионов округа активно используют близость территорий, чтобы выстроить деловые отношения. У нас есть соглашение на уровне муниципалитета о взаимодействии Чебоксара и города Пензы. Мы знаем, что вы хорошо развиваетесь по сельскому хозяйству. Да, что вы сегодня уже на экспорт отправляете свою продукцию. Это тоже радует. И у вас высокая степень благоустройства Чебоксар. У вас есть чему поучиться в плане благоустройства, в плане работы по импорту, замещению. В Чувашии активно реализуются программы по жилищной сфере. Затем, как мы говорим, есть солнечная энергетика, производство солнечных батарей. Помню, что это было одно из инновационных таких находок, для Чувашии сегодня этот проект запущен, работает. И в этом отношении мы тоже работаем с Чувашией. Ну и сельское хозяйство, хотя незабываемая строительная отрасль. Тоже активно работаем. Если говорить об этих делах, об экономическом росте наших братьев из Чувашской республики, мы во многом вместе преодолеваем сложности сегодняшнего периода. Мы очень со многими дружим, активно развиваем бизнес в сельскохозяйственном секторе экономики, по промышленности. Думаю, что пример работы специалистов сельскохозяйства, он может быть во многом примером для нас. В округе 155 предприятий, 102 уже получают различные виды поддержки. В целом предприятиям ПФО только в прошлом году из бюджета выделено порядка 28 миллиардов рублей. Почти 50% от всех объемов средств, направленных на развитие промышленности. В округе в целом функционирует 27 индустриальных парков, 7 технопарков в сфере высоких технологий, и в трех регионах созданы технопарки регионального уровня. Для того, чтобы было проще, легче и больше была мотивация по созданию этой промышленной инфраструктуры, есть отдельные субсидии, которые предоставляются регионам. Это и компенсация затрат на создание инфраструктуры через федеральные налоги, которые получаются Российской Федерацией от субъектов индустриальных зон. Мы в этом году начали реализовывать впервые этот инструмент. Рассчитываем на то, что он будет востребован в регионах. Республика и области округа развивают и свои программы помощи предприятиям. Каждый инвестиционный проект находится под неслабым вниманием органов власти. Так, в Чувашии в стадии реализации сейчас находятся 160 проектов на 240 миллиардов рублей. По оценке Минэкономразвития Чувашии, индекс промпроизводства в 2016 году составит 109%. Отдельную поддержку получает аграрный сектор. В Чувашии выдано 3 миллиарда рублей на реализацию проектов АПК. Строятся картофель-хранилища, фермы и птицеводческие комплексы. Сегодня совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства сформирован перечень 34 субъектов малого бизнеса, которые по программе импортозамещения готовы стать поставщиками для крупнейших заказчиков российских компаний. Мы сегодня еще раз услышали от регионов те подходы, где нужно оказать помощь, какие узкие места сегодня необходимо расшить с точки зрения нормативно-правовой базы. И увеличение объемов мер государственной поддержки форм и механизмов уже достаточно. Сейчас вопрос только о том, куда направить эти средства, чтобы получить максимальный синергетический эффект. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. С сегодняшнего дня из расписания пригородных поездов исключаются два рейса сообщения Чебоксары-Канаш. Перестал курсировать поезд номер 6502 Канаш-Чебоксары. Он выходил со станции в 3 часа 51 минуту. И поезд номер 6505 Чебоксары-Канаш, который отправлялся из столицы Чуваши в 18.40. Причины пока не уточняются. Для пассажиров остается рейс в Канаш в 7 часов 12 минут и обратно в 17.05. 16 и 15 лет колонии получили жители Москвы и жительницы республики за растление малолетней дочери последней. Обоим назначено принудительное лечение у психиатра. Третий фигурант дела покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. С июня 2011 по сентябрь 2012 года злоумышленники, находясь дома у 52-летней сельчанки в одном из районов Чувашской республики, по предварительному сговору совершали действия сексуального характера в отношении малолетней дочери последней, снимая происходящее на фото, а иногда и на видеокамеру. Мать девочки, при этом пользуясь малолетним возрастом потерпевшего, убеждала ее в правомерности таких действий. Кроме того, однажды 46-летний сожитель этой сельчанки, который впоследствии покончил жизнь самоубийством, по предварительному сговору с матерью девочки изнасиловал ее дочь. Следователем организовано проведение психолого-диагностических реабилитационных и профилактических мероприятий с потерпевшей. В настоящее время она определена под опеку родственницы. Субтитры создавал DimaTorzok